Лига справедливости Зака Снайдера – это то, о чем просили фанаты последние несколько лет. Фильм имеет гораздо более темную атмосферу, чем версия 2017 года, а кульминацией стало появление Супермена в культовом черном костюме. Также у зрителей появился шанс увидеть Дарксайда своими глазами, а не просто услышать упоминание о нем от Степного Волка. И, что самое главное, возможность познакомиться поближе с реальностью кошмара Бэтмена, которая впервые была представлена в фильме Бэтмен против Супермена на заре справедливости. Но Снайдер пошел еще дальше. Он снял дополнительную сцену, демонстрирующую еще один эпизод кошмара, в котором Бэтмен ведет философский разговор с Джокером о разрушениях, которые они нанесли до того, как временная ветка была разрушена Дарксайдом. Возможно, мы не увидим, как два Титана комиксов сражаются или даже работают вместе, но Джаред Лето оставил свой след в истории своего персонажа одной примечательной фразой, которая поразила весь интернет, когда вышел трейлер Лиги справедливости. Идея выхода версии Снайдера заключалась в том, чтобы удовлетворить желания фанатов. В течение многих лет они жаждали увидеть фильм, близкий к оригинальному видению Снайдера, и теперь, когда он доступен на HBO Max, имеет смысл дать фанатам немного больше. Как будто было недостаточно увидеть Джокера в исполнении Джареда Лето еще раз, во время его разговора с Бэтменом в трейлере Лиги справедливости Зака Снайдера есть бонусная отсылка, когда персонаж говорит, «Мы живем в обществе» Для тех из вас, кто не так часто заходит в социальные сети, фраза «Мы живем в обществе» стала мемом, который получил распространение после выхода фильма Джокер 2019 года. Происхождение фразы можно проследить вплоть до Сайнфилда, где Джордж воскликнул. – Ты знаешь, мы живем в социальной семье! Но по прошествии нескольких лет эти слова стали ассоциироваться с Джокером как в серьезной, так и в сатирической манере, говоря о пренебрежении к простым людям в обществе, которого достаточно, чтобы разозлить людей и заставить их стать похожими на Джокера. В попытке проникнуться духом времени, и учитывая, что Снайдер снял сцену кошмара для Лиги справедливости в 2020 году, Лето было достаточно легко стать ее частью. В интервью Hollywood Reporter Снайдер упоминает, как он написал сценарий для этой сцены после того, как у него появились некоторые идеи о том, что он хотел бы получить от этих версий Бэтмена и Джокера. «Мы долго обсуждали это. Я отдаю должное Джареду Лето за тот небольшой импровизированный момент» Шумиха вокруг версии Снайдера уже была огромной, но эта фраза в трейлере подтвердила, что этот фильм предназначался для того, чтобы вознаградить поклонников комиксов за столь бурную онлайн-активность, но некоторые все еще были недовольны. Пускай фраза понравилась фанатам, она не имеет особого смысла в контексте фильма. «Эти персонажи живут в постапокалиптическом аду, которым правит один из новых богов комиксов DC. Какое общество здесь можно обнаружить с соответствующими политическими и бюрократическими функциями» Как оказалось, любой, кто смотрел полные четыре часа фильма в надежде услышать этот мем, был разочарован, когда Джокер его не сказал. Как и в случае с любым незначительным разочарованием в жизни, люди отправились в Твиттер, чтобы выразить свое недовольство по поводу того, что их обманули. Один из пользователей написал, «Я в шоке. В шоке. Джокер даже не сказал «Мы живем в обществе» в Лиге Справедливости» Этот обман ожиданий сам по себе превратился в мем, когда другой пользователь написал, «Я не смотрел Лигу Справедливости, но Снайдер показал, как Джокер говорит «Мы живем в обществе» в трейлере, а затем заставил зрителей смотреть четырехчасовой фильм только для того, чтобы понять, что Джокер на самом деле не говорит этого, так что он просто гений» На эти претензии можно ответить, «Мы живем в обществе, в котором трейлеры говорят одно, а фильмы показывают совсем другое» Даже без этой реплики фанатам было чем удовлетворить свой аппетит к супергеройскому экшену. И пускай это, вероятно, последний раз, когда мы увидим Джареда Лето с зелеными волосами и белым гримом, по крайней мере, в расширенной вселенной DC, он дал нам заключительную сцену, достойную того, чтобы завершить его пребывание в роли Джокера. В роли Джокера. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы DC, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!